Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, коллеги! Как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста... Нет, нажмите на огонек, если видите и слышите меня хорошо. Прекрасно. Ну что ж, мы с вами начинаем. Сегодня наша тема новинки университетской библиотеки онлайн и других проектов Директ Медиа. Но первое, что я хотел бы сделать, это поздравить вас с прошедшим вчера днем знаний. Мы все еще продолжаем встречать этот день как команда, имеющая прямое отношение к обучению, к просветительской деятельности, и вас как педагогов или людей близких к образованию тоже поздравляем с этим праздником. Несколько слов, как всегда, о некоторых общих вещах, которые мы всегда даем в начале вебинара Директ Академии. Обратите внимание, пожалуйста, на начало нашего чата. Там я разместил 4 полезные ссылки. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, где вы можете познакомиться с расписанием на новый, на наш новый учебный год, или, как мы говорим, на новый сезон, как в театре, да. Это уже шестой сезон Директ Академии, и у нас расписание более-менее уже сверстано. Разумеется, по ходу нашего сезона оно будет дополняться, расширяться, вот, но уже в целом это расписание можно смотреть и записываться на те вебинары, которые вам интересны. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, где будет размещена запись этого вебинара через некоторое время, после, ну, примерно через день, после того, как он прошел. Вот, более того, я хотел бы вас призвать подписываться на наш канал, потому что там уже хранится более 8... уже к 900 записям наших вебинаров. В этом сезоне мы преодолеем цифру 1000 записей наших вебинаров. Это огромная база знаний по разным направлениям, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего, что происходит на нашем канале. Что происходит в Директ Академии, прошу прощения. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. Сегодня я подробно расскажу о том, что у нас будет в Директ Академии в плане курсов онлайн, поэтому можете сейчас перейти на эту ссылку, а можете потом вместе со мной рассмотреть каждый курс в отдельности. Ну и, наконец, для тех, кому интересно представить, последняя ссылка, которую я дал. Я также хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся. Первый из них состоится уже завтра. Теперь смотрите, пожалуйста, в конец нашего чата. Первый состоится уже завтра. Об этом вебинаре я чуть попозже расскажу, когда буду говорить о курсах. Это вебинар Татьяны Артемьевой «Научные резиденции в России и за рубежом. Как получить финансовую поддержку для работы над своим проектом». Следующий вебинар состоится уже на следующей неделе. И это будет вебинар Марины Орешко, нашей постоянной ведущей. Наверное, нашей ведущей чуть ли не с начала становления нашей Директ Академии. Ее вебинары будут проходить в связи с работой Марины с 18 до 19. Это нетипичное время для вебинаров Директ Академии, но с Марины Орешко будет вот так. И будет ее первый вебинар, который будет называться «Онлайн-сервисы для создания электронных книг». Вообще говоря о наших вебинарах и о наших постоянных ведущих, мы с ними приняли такое решение, что наиболее популярные вебинары прошлого года мы будем повторять и расширять эту тематику. И это будет составлять примерно, наверное, половину нашего расписания, наших треков, я имею в виду наших постоянных ведущих. А вторую половину будут какие-то совершенно новые идеи, которые наши ведущие выдвигают. Вот. И вот примерно так это будет проходить. Ну и последний вебинар, который я хотел бы сегодня представить, 7 сентября, вторник на следующей неделе. Это также наша постоянная ведущая Анастасия Пахарукова. Начинает она трек своих вебинаров об учебных презентациях. Вебинаром, который называется «Принципы создания учебных презентаций». Такой обобщающий вебинар в начале ее трека. Очень советую вам на него пойти. Ну что ж, на этом вводная часть моего вебинара закончена. И давайте приступим, собственно, к самим новинкам, о которых я хотел бы рассказать. К новинкам мы относим то, что появилось у нас, ну так вот крепко укрепилось уже в наших проектах в последние полгода, либо то, что мы анонсируем. Вот. Частично о новинках, но немножко в другом ключе, не в практическом, как я сегодня, а в таком стратегическом ключе. Рассказал вчера Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, на своем вебинаре в скорости его вебинар появится на Ютубе. Вы сможете с ним ознакомиться. Ну, а я продолжу то, что он начал вчера. Слайд, который я всегда показываю, не буду долго на нем заострять внимание. Просто хотел бы сказать, что Директ Медиа, издательский дом Директ Медиа, компания Директ Медиа, у нас есть такой слоган «Больше, чем ЭБС». Это, он относится как к нашему основному продукту университетской библиотеке онлайн, так и к остальным нашим проектам. Вот. И говорит он о том, что мы пытаемся смотреть на мир информационных технологий и электронного контента несколько шире, чем взгляд со стороны электронной библиотеки. Вот. И, ну, я не буду повторять эти пункты, которые здесь изложены. Это и мультимедиа контент, и разные роды интеграции, и арт-портал, и так далее, и так далее. Вот. Ну, и то, где мы сейчас находимся, Директ Академия, это подтверждает то, что мы являемся неотъемлемой частью нашей компании, и вот этот наш проект Директ Академия, он призван максимально расширить наши контакты с образовательным сообществом уже совершенно в другой медийной среде, не в среде электронной библиотеки, а в среде онлайна, в среде медийных контактов. Ну, и давайте поговорим о тех новшествах, которые у нас появились за последние полгода. Один из них — это сформировавшийся такой элемент нашего интерфейса, который называется книжная полка. Книжная полка — это, ну, с одной стороны, это то, что, в общем-то, традиционно бывает в электронных библиотеках, с другой стороны, это то, что немножко имеет свои особенности. Так, я прошу прощения. Раз, два, три, раз, два, три. Всем не слышно? Раз, раз, раз. Слышно, да? Коллеги, да, нажмите, пожалуйста, еще раз на огонек тем, кому слышно, потому что я... Если это на моей стороне, мне надо что-то делать. Ну, вот я вижу, что большинству людей слышно. Это означает, что надо... Попробуйте перезапуститься тем, кому не слышно. Напишите, пожалуйста, коллеги, чтобы мне не отвлекаться на это, чтобы в чате, чтобы перезапустились люди, те, кому не слышно. Возможно, это поможет. Итак, книжная полка – это то место, где каждый человек может сохранять свои книги, причем давать именование отдельным наборам этих книг и что-то с этими наборами делать. Под что-то делать... Дальше мы перемещаемся в сторону возможностей библиотекаря и преподавателя, потому что это важно именно там. С вашими наборами книг можно делать следующее. Ими можно делиться с вашими студентами. Если в вашей электронной библиотеке не заведен список, не заполнена структура вашего вуза, тогда это можно делать простым способом, просто делясь ссылкой на вашу книжную полку, на ее подбор конкретных книжек. Вот, если структура вуза заведена в ВБС, то в этом случае книжную полку еще проще поделиться. Просто тогда вы можете выбрать ту группу из списка, с которой вы хотите поделиться, и этой группе становится доступна эта книжная полка в ее же интерфейсе книжной полки. Вот так это примерно работает. Очень просто, но с одной стороны. Но с другой стороны, это очень хороший функционал, который позволяет, например, сразу первокурсников ввести в курс. и не заставляя их искать по каталогу те книги, которые им нужны, они еще могут не понимать, как это делается, они потом это поймут, но поделиться с ними сразу теми книгами, которые им нужны прямо с 1 сентября. Вот такой вот интерфейс. Вот так он выглядит внутри. Здесь также есть фильтры, быстрый поиск, потому что вы можете создать много наборов, много книжных полок. Можете отдублировать свою книжную полку в другую книжную полку, там сделать небольшие изменения и поделиться с другой группой студентов. Ну, вот так примерно это работает. Достаточно удобно, на мой взгляд, и функционально. Дальше. У нас в нашем интерфейсе появилась возможность выбрать обновление контента. Ну, обновление контента всегда возникало на главной странице нашего сайта, но там оно оставалось недостаточно долго, потому что контент быстро приходит новый и, соответственно, быстро уходит с первой страницы. Здесь же к этому можно подойти более продвинуто и выбрать обновление контента, которое пришло с какого-то числа по какое-то число конкретно. Вот. И выбрать дальше целый набор фильтров, по которому вы это обновление контента сможете посмотреть. То есть вы сможете посмотреть обновление контента только в той области, которая вас интересует, например, и только по тому времени, которое вас интересует. Например, за последний год, за три предыдущих месяца и так далее. Ну вот, да, вот так это примерно выглядит. Вот внизу уже появляется какой-то список. Вы этими списками можете управлять каким-то образом при помощи фильтров или ключевых слов. Так что это достаточно умная такая вещь, которую желательно использовать, чтобы знать, что нового в вашей области появилось у нас в ВБС. Интерактивные тесты. Теперь к разным изданиям могут появляться интерактивные тесты, которые читатель вашего учебника или учебного пособия может пройти для того, чтобы понять, хорошо или нет он усвоил материал. Если тест существует и он одобрен к применению, то он появляется вот здесь вот в списке ссылок внизу, там, где библиографическое описание, аннотация, содержание. Появляется еще одна опция – тесты к изданию. Это, если вы не поняли сразу, это экран предпросмотра книжки, то, что появляется до того, как вы входите и начинаете ее читать. Также уже после чтения книжки, начала чтения книжки, внизу появляется возможность, видите, справа внизу – тесты к изданию. То есть прямо в процессе чтения вы также можете перейти к тестам. Что касается описания тестового движка, то для авторов создан специальный тестовый движок, достаточно продвинутый, в котором можно использовать иллюстрации различные, разные виды мультимедиа, разные виды верстки, разные виды тестовых заданий. Доступ к конструктору предоставляется по требованию. То есть надо попросить вашего библиотекаря, чтобы он запросил нас и предоставить конкретному преподавателю возможности использовать тестовый движок. Поначалу созданный вами тест будет виден только вам. После того, как он пройдет модерацию, если вы хотите, чтобы он был виден вообще всем читателям ЭБС, то он должен пройти нашу модерацию как с технической точки зрения, ну, в меньшей степени, конечно, с точки зрения самого предмета, с точки зрения тестологии, может быть, тоже. И после этого он попадает в общий набор тестов. О, немножко подробнее о том, как действовал этот тестовый движок, я рассказывал 21 июня в своем вебинаре ЭБС онлайн обучения. Можете посмотреть, там примерно в три раза подробнее я рассказал про тесты, про создание тестов с точки зрения преподавателя. Да, и как всегда, в моей презентации достаточно много ссылок, поэтому, пожалуйста, скачивайте мою презентацию. Она доступна в списке файлов для скачивания. Вот, ну и по традиции давайте я дам еще ссылку на нее, сейчас, одну минутку, прямо в чате, потому что не всем доступно скачивание из стандартного места вебинару. Сейчас я беру ссылку. И вот можете из дропбокса также скачать презентацию мою. Вот. Тогда вам станут доступны ссылки на вот эти вот все ролики, о которых я сегодня буду говорить. Дальше. У нас обновился раздел мультимедиа. В этом разделе появилось, ну, во-первых, с точки зрения интерфейса он обновился, стал более таким строгим и удобным к применению. А во-вторых, у нас не найти нижнюю полку странно. Должна быть. Вот в том месте, где я вам показал. Напишите, пожалуйста, напишите в поддержку, если точно ее не найдете, напишите, пожалуйста, в поддержку, вам должны ответить. Вот. Обновленный раздел мультимедиа. В нем появилось достаточно много новых видео, видеороликов. Видеоролики пользуются большой популярностью в ВБС. Мы посмотрели по статистике, видеоролики подчас опережают даже самые популярные книжки у нас. Вот. Поэтому мы идем по пути расширения количества мультимедийных ресурсов, в частности, мультимедиа ролик, видеороликов и аудио, аудиокниг. Вот. Будем и дальше его пополнять активно. Так что заходите в этот раздел и ищите там то, что вам интересно, если вы хотите получить медийную информацию, а не текстовую. Мобильные приложения. Ну, мобильные приложения у нас давно действуют. Новость о том, что теперь оно и для айфона. Не знаю, успели ли открыть сегодня, ребята. Вот последний разговор состоялся 31 числа. Они сказали, что в течение одного-двух дней должно появиться в магазине, в веб-плоском магазине должно появиться наше приложение. Бесплатное, разумеется. ЭБС – это последняя платформа, на которой не было еще мобильного нашего приложения. Вот. Так что пользуйтесь, у кого айфон, можете теперь ЭБС и с айфона потреблять. Еще один наш проект, который начал жизнь в прошлом учебном году, но весной где-то, это «Ядро русской книжной культуры». Этот проект совмещен с нашим проектом «Библиотека Non-Fiction», который мы продвигаем для публичных библиотек. Вот. И соответствует некоторой достаточно серьезной большой выборке. книг, которые составляют, ну вот как название, так и есть. «Ядро русской книжной культуры», то есть основные книги, которые должны быть в библиотеке, соответствующие русской, из русской литературы, из того, что надо иметь. Причем список достаточно большой, как вы видите, да, это не первые 100 книг, которые надо знать ученику, а гораздо более широкий набор. Да, кстати, я не стал здесь проводить ссылку. Можете на нашем канале в YouTube найти. Прошлой весной Константин Николаевич Костюк проводил специальный вебинар по «Ядру русской книжной культуры», рассказывал очень подробно. Еще один наш большой проект – это открытые монографии. Тоже по этому поводу был у нас большой вебинар. Вот. И в этом вебинаре было подробно рассказано об этом проекте. Ну, сейчас кратко расскажу. Это некая область в нашей ЭБС, в которой можно обмениваться монографиями. То есть, если вуз или правообладатель отдает нам бесплатно свои монографии или свою монографию, то имеет возможность смотреть и чужие монографии тоже. Вот. Примерно так это работает. Тоже был большой у нас по этому поводу вебинар Константина Николаевича Костюка. Ну, и раз мы говорим о монографиях, у нас есть еще и конкурс монографий. И этот конкурс монографий будет в этом году продолжаться до 1 октября текущего года. Более подробную информацию можете посмотреть по приведенной здесь ссылке. Вот. Конкурс называется «Фундамент науки». Второй раз проводится. Вот. И если у вас есть желание поучаствовать, еще вот перейдите по ссылке и посмотрите последнюю информацию по этому конкурсу. Еще один конкурс, который мы проводим, мы проводим уже в шестой раз совместно с университетской книгой, с антиплагиатом и наиконом. Это всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ «БиФёст». Традиционно у нас конкурс уже закончился. Ну, в том смысле, что на него уже не принимаются работы. А его победители станут известны, будут оглашены на Московской международной книжной ярмарке, которая в этом году состоится в Московском экспоцентре в конце сентября, если не изменяет память, с 24 по 27 сентября. Пока не ясно, в каком помещении состоится это награждение. Смотрите на сайте ММКЯ. Там появится эта информация. Вот. Ну, а пока я привожу вам ссылку. Да, ну, вот здесь тоже будет, разумеется, эта информация размещена. Это ссылка на страницу этого конкурса, конкурса «БиФёст» шестого. Вот. И там будет публиковаться информация о том, где и когда состоится награждение победителей. Ну, а в следующем году, если у вас есть студенты, которые выходят на ВКР, вы можете принять участие в следующем конкурсе, который начнется вот буквально после окончания шестого конкурса нашего. Еще один наш конкурс, который мы проводили, конкурс «Доктор Нобелес», это конкурс учебников и учебных пособий. Конкурс был завершен, и его победители. Их награждение прошло на нашей конференции «Дир-2021», которая состоялась 30 июня этого года. И ссылку на награждение, чтобы вы посмотрели, кто там был упомянут, вот тоже есть, можете посмотреть запись трансляции нашей конференции в самом конце. Вот здесь ссылка ведет непосредственно на процедуру награждения. Опять же, в этом году, судя по всему, этот конкурс будет повторен, так что следите за нашими новостями. Кто хочет представить свой учебник или учебное пособие на конкурс, пожалуйста, присылайте нам, участвуйте в конкурсе. В этом году целый коллектив авторов победил в этом нашем конкурсе. Ну и раз уж я начал говорить о нашей конференции, вот в этом году мы впервые проводили очную конференцию, большую очную конференцию, которая называлась Digital Intellectual Resources, DIR-2021. Ну, а ее подзаголовок «Цифровые технологии и ресурсы повышения квалификации». Несмотря на то, что наша конференция состоялась в самый такой разгар очередного пика эпидемии, мы смогли ее провести с соблюдением всех санитарных норм, сумели ее провести, провести очно. Более того, у нас ни один из наших спикеров не отказался от участия. Примерно два десятка спикеров у нас приняло участие в конференции. Большинство очно, пятеро заочно, через Zoom приняли участие. Вот, так что очень удачно прошла конференция. Замечательные спикеры, которые у нас были, и полностью вы сможете посмотреть, ну, полностью, либо ту часть, которая вас интересует, вы можете посмотреть по приведенной ссылке запись нашей конференции. Вот, я хотел бы отметить также, что мы планируем, пока этого не отражено в расписании Директ Академии, но мы планируем, ну, практически всех спикеров, которые были у нас на конференции, если они согласятся, пригласить их в качестве спикеров, вебинаров в Директ Академии, чтобы они подробно уже в часовом формате могли рассказать о том, что они хотят... о том... ну, либо о том же, либо какую-то другую тему возьмут, о чем на конференции у них было всего 15 минут для того, чтобы рассказать. Так что ждите, эти интересные люди у нас обязательно появятся. Ну, и, разумеется, я хотел бы посвятить вторую часть нашего вебинара тем новостям, которые нас ждут в Директ Академии. Частично, ну, если кто не знал, вот внизу большим, крупными... написан адрес, крупными буквами написан адрес Директ Академии, где можно подписаться, зарегистрироваться на все вебинары. По поводу вебинаров я примерно вам всем рассказал. Вот, ну, да, несколько цифр. Сейчас очень быстро пробежимся, потому что, наверное, вы... большинство из вас не первый раз приходят. Ну, для тех, кто первый раз. Что такое у нас Директ Академия? Это уже примерно 1200 проведенных вебинаров. Это примерно 50 проведенных онлайн-курсов. Примерно 200 спикеров приняло участие в наших вебинарах и 70 тысяч участников приняло участие. У нас есть большой канал на Ютьюбе. Канал, на самом деле, не Директ Академии, а всей компании... не проекты Директ Академии, а всей компании Директ Медиа, но 95% всей информации там... наша информация, информация Директ Академии. И у нас там более 8 тысяч подписчиков и уже более полутора тысяч часов записей наших онлайн-мероприятий на Ютьюбе. То есть огромная такая база знаний видео. В этом году у нас, наверное, наш видеоканал перейдет за 10 тысяч подписчиков и станет уже какой-то такой относительно весомой величиной в мире Ютьюба. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Вот, ну вот, это очень-очень малая часть тех компаний, образовательных учреждений или государственных учреждений, которые у нас были, были представлены на нашей Директ Академии. Будем продолжать сотрудничать с ними и с другими. Вот, в этом году у нас опять огромная по объему охвату программа вебинаров. Вот, в прошлом году у нас было примерно 250 вебинаров. В этом году у нас тоже будет 250 вебинаров. Больше уже, наверное, не имеет смысла проводить, потому что это распыление аудитории. Не успевают люди по два раза в день, по три, два-три раза в день приходить к нам. Вот, 25-30 курсов мы планируем в этом году запустить больше, чем в прошлом году. Возможно, перейдем к новым формам онлайн-курсов. Курсов более длительных, не 72-часовых, а может быть больше, 144 или даже больше. Вот, ну, посмотрим. Вот. Еще у нас не все планы сверстаны, вот поэтому увидим. А сейчас я хотел бы рассказать о тех курсах, которые у нас уже точно состоятся в ближайшее время. Вот. Это курсы, которые... с которыми уже есть... с авторами которых уже есть твердая договоренность о их проведении, и которые... на которые уже начат набор, собственно. Первый наш курс в этом году – это совершенно новый курс, которого у нас до этого не было. Курс Татьяны... профессора Татьяны Артемьевой. Академический фандрайзинг. Как получить стипендию или грант для проведения исследований в различных научно-образовательных центрах мира. Ну, Татьяна действительно большой специалист в этом. Она и сама многократно участвовала и получала подобные гранты. Человек с огромным опытом в фандрайзинге. Вот. Поэтому для тех академических специалистов, которые могли бы что-то предложить миру, да, этот курс был бы, на мой взгляд, очень ценен, потому что это конкретные приемы и конкретная информация о том, как, где принимать участие, куда имеет смысл, а куда не имеет смысл подавать заявки, как их подавать, чтобы они не были отклонены по техническим причинам, а это очень часто происходит. Вот. В общем, такой очень-очень практический, практически полезный курс. Ну, и вот ссылка, по которой вы можете зарегистрироваться, записаться на этот курс. Кроме того, я хотел бы отметить, что уже прямо завтра должен состояться вебинар Татьяны Артемьевы, который называется «На вебинаре будет рассмотрена частная проблема научной резиденции в России и за рубежом, как получить финансовую поддержку для работы над своим проектом». Вот. Ну и одновременно Татьяна расскажет о своем курсе. Вот. Так что, пожалуйста, кто хочет подробнее узнать, приходите на ее вебинар. Татьяна уже однажды у нас проводила достаточно успешный вебинар, интересный, который прошел весной прошлого года или то ли весной, то ли в мае, то ли в июне, не помню точно. Вот. Ну вот, будет новый вебинар, приходите, пожалуйста, будет достаточно интересно. Следующий курс, который у нас уже запланирован, это курс Ирины Юрочкиной. Он проводился в прошлом году, был достаточно успешен, и в этом мы его тоже будем проводить. Обучение онлайн с помощью Google Class. В этом году называется этот курс немножко под другим названием. Узнаете, как легко создавать курсы в Google Class и использовать для эффективного обучения. В этом курсе рассматривается вопрос о том, как преподавателю самостоятельно выйти на рынок онлайн-обучения и какую при этом платформу использовать. Потому что громоздкие платформы, которые используют большие учебные заведения, они не всегда подходят для того, чтобы выйти в самостоятельное плавание. Вот. В качестве такой платформы предлагается Google Class платформа, которая может, ну, в общем-то, почти на 100% обеспечить преподавателя тем, что ему надо, причем бесплатно абсолютно. Вот. И на курсе будут рассмотрены вопросы о том, как создавать контент, как на этой платформе, как собирать группы, как осуществлять коммуникацию, как осуществлять учебное управление. И так далее. Вот. Так что на курс Ирины я вас тоже приглашаю. Ну, и Ирина 13 сентября будет проводить свой вебинар, предкурсовой вебинар, который называется «Практика использования Google Classroom». Ну, Google Classroom — это по-английски, по-русски Google Class для онлайн-обучения. Как всегда, наши предкурсовые вебинары, они являются не только рекламными, но и на них дается что-то реально полезное. Так что приходите на этот вебинар и смотрите, что там будет происходить. Третий курс, который в этом году мы проводим в октябре. В прошлом году мы его проводили, точнее, в этом году мы его уже один раз проводили в самом начале февраля и решили повторить в этот раз в октябре. Это курс Елены Шугалей, который называется «Активное восприятие, память, работа с информацией, современные методики». Ну, этот курс такой наполовину физиологический, наполовину психологический, что ли, да, для работы над собой. В прошлом году он был сильно популярным, много народу пришло на этот курс. Ну, оно и понятно, потому что для преподавателей вопрос эффективного использования своего мозга является для преподавателей, научных сотрудников, одним из основных. И вот Елена, она в этом направлении работает, дает конкретные методики, практически. Ну, я вообще хотел бы отметить, наверное, то, что в самом начале не сказал. Это то, что наши курсы, онлайн-курсы Директ Академии, они никогда не бывают чисто теоретические. Это всегда практический курс, который дает некоторые конкретные методики. После этого курса вы что-то научаетесь делать. А вот курс Елены Шугалей, он не является исключением из правил и тоже посвящен этой практике. Следующий наш курс... Да, ну и Елена, мы с ней пока не договорились о том, как будет называться ее вводный вебинар, но 27 сентября она совершенно точно проведет вебинар, на котором анонсирует свой курс и даст что-то полезное на этом вебинаре, поэтому записывайтесь на вебинар, несмотря на то, что я пока точно не могу указать его название. Ну, а хороший анонс курса там точно будет произведен. Следующий курс, который у нас состоится 26 октября, это, опять же, курс, который в прошлом году был самым популярным у нас. У нас на нем собралось почти 50 человек. Вот курс, который проводился нами совместно с компанией Антиплагиат, с которым мы, во-первых, интегрированы, во-вторых, просто дружим. У нас хорошие отношения, много совместных проектов. И вот это один из наших совместных проектов. Курс проводят преподаватели из Антиплагиата, Ольга Беллингая, Ирина Стрелкова и Ольга Филиппова. Начнется курс 26 октября. В этом году мы тоже немножко сдвинули строк. В прошлом году он у нас был январский курс. В прошлом учебном году он был январский курс, да. А в этом году он у нас вот октябрьский-ноябрьский. Курс адаптирован, видоизменен и дополнен. С учетом опыта первого запуска курса уже его программа прошла адаптацию. То есть мы уже заменили программу. Вы можете приходить смотреть новую программу этого курса. Она не сильно изменилась, но изменились практические задания. Поменялись местами некоторые темы для удобства их освоения. Вот. И так далее. Вот. Так что у нас набор на этот курс уже начался. У нас уже значительное количество людей набрано на этот курс. Так что кому интересно. А ведь работа с антиплагиатом, насколько я знаю, во многих вузах и учебных заведениях других, является головной болью. Не потому что антиплагиат плох, а потому что это достаточно сложная система, с которой надо уметь работать. Потому что не надо просто запускать эту систему в автоматическом режиме. Собственно, я тут немножко говорю уже за авторов этого курса. Ну, хотел бы отметить, что с антиплагиатом связана некоторая головная боль. И вот как эту головную боль разрешить в вузах, этот курс хорошо показывает. Вот. Ну, и тоже 27 сентября в 14.00 состоится лекция системы антиплагиат... Вебинар системы антиплагиат в УЗИ от проблемы к помощнику. И как раз Ольга Беленькая, во-первых, сделает введение в курс. А во-вторых, расскажет об вот одной большой проблеме антиплагиата. Как... Собственно, в анонсе этого вебинара там все написано. Приходите на этот вебинар и узнаете больше и о курсе, и, соответственно, получите некоторую полезную информацию. Вот. Ну, мы традиционно с антиплагиатом обмениваемся вебинарами. Кроме того, что это предкурсный вебинар. В свою очередь, я 5 октября проведу вебинар в их вебинарной системе, то есть в проекте антиплагиаты, аналогичном вебинарном. Вот где я буду рассказывать о нас, об компании Директ Медиа. Ну, это к слову. Ну, и остальные курсы, которые пройдут уже дальше, но, тем не менее, они уже тоже запущены. Если у вас есть желание, уже сейчас на них можно записаться. Несмотря на то, что они пройдут достаточно... начнутся достаточно нескоро. 9 ноября самый часто повторяемый курс в Директ Академии – это курс Натальи Логачевой «Технология подготовки успешной диссертации». По сумме человек, которые прошли, участников этого курса, мы уже провели 6 или 7 запусков, 7, по-моему, запусков этого курса. Вот это курс «Лидер». Вот в этом году курс будет существенно расширен, ну, потому что уже Наталья на прошлых вебинарах, на прошлых курсах уже у нее вебинары превратились в такие огромные куски, 2-3 часовые. Да, уже надо было как-то его делить. В этом году курс будет 10-темным, вот, не 8-темным, а 10-темным. Вот, в этом году он будет существенно новым, потому что много новостей пришло за последние... даже за последние полгода, вот, новые документы появились, поэтому имеет смысл тем, кто готовится к защите диссертации или только присматривается к этому... Курс для аспирантов, докторантов, соискателей. Курс... ну, курс получил просто отличные оценки от этих людей, и... Каждые полгода мы набираем полную группу людей, которые хотят участвовать в этом курсе. Вот представить этот курс – это очень приятно мне, один из лучших наших курсов. Ну, я пока не говорю о том вебинаре, который состоится. Наталья проведет три вебинара перед курсом, но они будут поближе туда уже. Это будет конец сентября, середина октября и конец октября. Вот, следите, мы будем давать информацию полную об этом. Следующий наш курс – также очень популярный курс, который Марина Орешко проводит каждый год. Его, правда, мы проводим каждый год, а не каждые полгода, но тоже очень популярный курс, который у нас в том числе и часто запрашивают библиотеки, часто запрашивают корпоративные заказчики по этому курсу у нас имеется. Это курс Марина Орешко – информационные технологии в библиотеке класса, классе аудитории. Изучаем лучшие цифровые инструменты. Ну, действительно, Марина – большой специалист в онлайн-сервисах, в электронном контенте, в медийных различных инструментах. И я бы отметил ее методический талант, с которым она это все делает. По каждому сервису у нее есть замечательные методические инструкции со скриншотами, с подробными описаниями пошаговыми. И поэтому как вебинары, так и курсы Марина Орешко пользуются большим спросом у нас. Если вы еще не знакомы с этим курсом, я вас зову на него. 22 ноября у нас в этом году начнется курс Марина Орешко. Пройдет в ноябре-декабре. Это наш следующий курс. Ну, и еще один курс, который в прошлом году у нас был впервые запущен и тоже был очень удачным – это «Технологии вовлечения в обучение». Курс Светланы и Александра Прученков, а также Анны Павловой, который состоится 7 декабря. И, видимо, успеет закончиться до конца декабря. Это восьмитемный курс. Ну, вообще, вопрос вовлечения Светлана – это тренер с огромным опытом работы с преподавателями. Ну, с преподавателями и с детьми. И вопрос вовлечения – это огромный пласт, огромная проблема. Как делать так, чтобы материалы, которые преподаются, они вовлекали, а не просто информировали. Вот. И этому посвящен наш курс, который будет 7 декабря. Также еще один курс – курс Татьяны Телегиной, который в этом году мы запустим 18 января уже 22 года. Да, следующего года. Называется «Библиография для небиблиографов. Практического руководства в примерах и задачах». Ну, Татьяну вы все прекрасно знаете. Это наше лицо Директ Академии, которое почти каждый день открывает очередной вебинар Директ Академии. Рассказывает она очень много о библиографии. Но хотел бы отметить, что в своих вебинарах она касается в основном общих проблем. А на курсе будут затронуты вопросы очень практические. То есть это чисто практический курс, на котором надо будет усвоить... То есть это не информация, это практический курс для тех, кто хочет правильно освоить библиографию, не являясь при этом профессиональным библиографом. То есть это практически любой преподаватель, который сталкивается с необходимостью писать статьи, учебные пособия, учебники и так далее, сталкивается с проблемой библиографии. Ну, вообще, по моей памяти, библиография — это огромная область знаний. Я помню, когда работал в университете печати, у нас в библиотеке был учебник библиографии. Это был огромный учебник на 800 страниц. И даже профильные студенты, студенты-книговеды, редакторы, курс библиографии рассматривали как нечто такое страшное-страшное. Вот, ну вот, Татьяна на своем курсе показывает, что это не так страшно, вот, что все достаточно, при последовательном подходе все достаточно усваиваемо, и человек, не являясь библиографом, может освоить библиографию в тех объемах, которые ему необходимы для его деятельности. Вот, курс, прежде всего, конечно, касается преподавателей, библиотекарей, в общем, всех образованцев и тех, кто пишет свои труды. Ну и, наконец, последний курс, который я хотел бы сегодня представить, это не все курсы, которые будут у нас в этом году, как я сказал, у нас в этом году больше будет курсов, но просто это те курсы о датах, которых мы уже договорились, и которые можно, в общем-то, уже на них можно даже записываться, хотя до них еще далеко. Последний курс, 15 марта. Обычно мы этот курс третий раз уже будем запускать, обычно проводим в июне, но в этот раз решили в марте запустить. Очень важный курс и тоже популярный, основа учебной презентации, инструменты, методики, дизайн. Анастасия Пахорукова, Настя у нас уже ведет третий сезон свой трек вебинаров по учебным презентациям. Как всегда, на вебинарах дается некоторая общая информация, на курсе дается костяк практической практики, по которой можно потом уже делать конкретные свои презентации и получать результат. Ну, вот это все с нашими курсами, которые я хотел осветить в этом году. Как видите, уже сейчас у нас готов пул курсов, которые можно начинать каким-то образом записываться на них или задавать вопросы авторам. Вот, тем более, что авторы у нас все обязательно проходят и как авторы вебинаров. Вот, что я, собственно, и призываю вас делать. Будет интересно, будет много других курсов, много задумок у нас есть. Есть задумка, например, по курсу по цифровому следу. Есть там разные другие задумки. Вот, может быть, с Настей Пахоруковым будем еще один курс делать по веб-квестам. Вот, ну и много-много всяких других. По инклюзивной педагогике, возможно, у нас будет курс. Ну, это пока я делюсь буквально нашими идеями, которые пока не оформились вот в такие наши лендинги, которые можно смотреть и что-то делать. Все, я уложился в час. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу их задавать в чате. Хотел бы отметить, что для тех, кому интересно получение сертификата, я сертификаты сформирую примерно в течение трех минут после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Вот, информация такая. Я ее поместил в чат. И приобрести сертификат можно по вот этой вот ссылке, которая у нас приведена в конце нашего чата. Друзья, спасибо вам за участие. Я еще немножко подожду, чтобы посмотреть, может быть, у вас есть какие-то реплики и вопросы. Ну что ж, хорошо. Будем тогда завершать наш вебинар. С новинками мы покончили. С завтрашнего дня мы приступаем уже к такой твердой нашей программе Директ Академии. Каждый день будет проходить какой-то один или два вебинара с такими конкретными темами. Вот, как всегда, зову вас на все наши вебинары. У нас интересно, у нас интересные авторы. Может быть, еще и новые авторы будут. Я имею в виду авторы треков, не только. Так-то обязательно новые авторы будут, несомненно. Вот, что ж, спасибо вам за внимание. До новых встреч в Директ Академии. Всего доброго.